Привет всем, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Давно я что-то не снимала всяких итогов и разговорных видео, а ведь я переехала и что-то изменилось. Много чего изменилось в моей жизни. И очень сейчас хочется мне подвести такой некоторый итог моей творческой жизни. И, в принципе, об этом и будет видео. И несмотря на то, что сейчас только середина марта, это видео, наверное, будет называться «Мои итоги февраля и марта». Ну, в общем, поехали! Как только я поставила камеру и уже все подготовила, чтобы начать снимать, выдвинуло солнце. Солнце – это хорошо, но не очень красиво. А почему ты летал, политико? А потому что я снимаю видео. Можно я с тобой? Ну, давай. Куда ты сядешь? Сюда. Сюда? Маленький счастливый блогер. Мне очень хочется, чтобы солнышко не было видно, но, наверное, это невозможно. Так, моя маленькая помощница присоединилась ко мне. И сегодня... Что ты делаешь? Обнимаешь. Обнимаешь? А спонсор этого видео – магазин «Мир в вышивке». Огромное количество товаров для рукоделия и творчества, большой заряд вдохновения, идей и всего такого вы сможете найти у них на странице в соцсетях. А сайт вам, как всегда, будет дарить разные скидки, приятные акции и приятные цены на творческие приблуды. Там вы сможете найти все, что только захотите. Проходите по ссылочке под этим видео, выбирайте то, что вам нравится, заказывайте. А если вы еще ни разу не заказывали на этом сайте, воспользуйтесь промокодом СМИРНОВА. И тогда вы получите дополнительную скидку в 5% от меня. Самих работ у меня сейчас достаточно мало, но есть о чем поговорить. Вот прям есть о чем поговорить. Как вы знаете, мы переехали, теперь мы живем сами по себе. Не могу сказать, что что-то очень сильно изменилось. В общем-то, как жили, так и живем дальше. Да, просто нет родителей под боком. Но, честное слово, по ощущениям практически ничего не изменилось. Живем вот в точно таком же режиме, как и раньше. Разве что раньше немного проще было с покупками и с вождением детей в сад. Сейчас это все полностью легло на нас, но это совершенно вообще никак не омрачает, не ужесточает наш образ жизни. Мы живем, в принципе, все так же. И уже так здесь прижились, что прям как будто бы мы здесь так и жили. Но так как мы все-таки отделились от того дома, в моей голове начали происходить некоторые изменения, так как я теперь полноправная хозяйка своего дома. И я теперь могу приносить какие-то свои коррективы в эту жизнь. Я не могу сказать, что там этого не было. Просто там почему-то не было такого желания это сделать, как сейчас. Не знаю, что меня останавливало. В общем-то, на самом деле, сделаю небольшое отступление сейчас. Все какие-то свои личные вот эти все планы, все, что со мной происходит, какие-то волнения внутренние, про беременность, про новую, про то, что у нас происходит в семье. Про все это есть отдельный канал. Я думаю, что практически все уже знают, что мы открыли свой канал семейный. Он стартовал. Стартовал хорошо. Набирает тоже подписчиков. Просмотров там сейчас много. Если вам тоже интересно именно про нашу жизнь, про то, как мы живем, то, пожалуйста, подписывайтесь. Где-то тут сейчас появится ссылочка. И в конце видео тоже будет окошечко, на котором можно нажать и подписаться. А задумалась я вот над чем. Я достаточно давно слежу за темой, популярной такой темой. Она носит название «Осознанное потребление». Сейчас, мне кажется, происходит вот этот самый пик вот этого потребительского отношения к вещам, к продуктам, ну, ко всему. Буквально, возьмем лет 10-20 назад, лет 20 даже назад, все было совсем иначе. А вот сейчас мы все погрязли в том, что мы захламляем себя ненужными вещами, мусором, а также захламляем нашу планету. Эта тема очень важная. На самом деле ей не место на творческом канале. Однако творчество – это тоже у меня тема затрагивает. Если вам эта тема интересна, посмотрите в интернете. Про нее рассказывают достаточно много блогеров, которые именно нацелены на этот вопрос. Я также, наверное, еще не один раз скажу про нее именно на личном канале. Здесь я буду говорить конкретно про творчество, конкретно про вязание. В вязании эта тема тоже достаточно актуальна. И так как я решила… Нет, ну как я решила. Мы все решили в нашей семье, что мы будем минимизировать количество мусора, количество пластика в первую очередь и количество всякой синтетики в нашей жизни, в нашем быту, в наших покупках. Соответственно, в вязании я бы тоже хотела перейти на что-то более натуральное и свести к какому-то минимальному минимуму синтетику в моем творчестве. Я говорю очень медленно, потому что голова моя соображает очень туго. В общем, я хочу просто сказать, что прощай, моя любимая Ализа. Прощай, моя любимая Ализа, Нако и Ярнарт, потому что не хочу больше пользоваться предметами быта, я не знаю, материалами, которые загрязняют нашу планету, которые не разлагаются очень долгое время, от которых портится экология, портимся мы, наше здоровье, здоровье наших детей и наших внуков, потому что эта гадость влияет еще даже и на них, и повлияет на них очень сильно. Я знаю, что мой вклад, он минимальный, но он будет. И так как я в мою жизнь ввожу вот это вот все, вот это вот сокращение синтетики, сокращение пластика, сокращение вот этого всего, то и количество синтетики в пряже будет сокращаться тоже. Соответственно, я перехожу на более натуральный материал, на более натуральную пряжу, в принципе, чего советую и всем, но, конечно же, не настаиваю. И так, с этим девизом, что надо все это сокращать и думать о том, что мы покупаем, что мы выбрасываем, что мы носим, я начала вязать какие-то маленькие штучки, которые бытовые фиговинки, которые предлагают тоже покупать и пользоваться в замену тем штукам, к которым мы привыкли. В общем, сейчас я что-нибудь еще умное скажу. Очень люблю эту пластиковую бутылку, это моя питьевая пластиковая бутылка. Ее я, конечно, не выкинула. Нет, на самом деле, все, конечно, в пределах разумного. Это не значит, что я прям сразу взяла такая, набрала весь пластик в мешки, выкинула его. Нет, это все делается с умом. Нужно меньше покупать пластика, а не больше выкидывать. И, конечно же, во многих сферах нашей жизни на данный момент это просто сейчас даже невозможно убрать полностью пластик. Неважно. Итак, начала я вязать, с чего я начала вязать? Со всяких мешочков. Мешочки нужны для того, чтобы в магазине не покупать овощи и фрукты в пакетах. Так как у нас уже существует такая привычка, в каждом магазине в разделе овощей и фруктов лежат, висят, стоят рулончики с пакетами. Ты приходишь, отрываешь пакетик, кладешь туда овощи, кладешь туда фрукты, взвешиваешь, несешь домой, выкидываешь пакетик. Это делают все. Кто-то пакетики оставляет, кто-то выкидывает сразу, кто-то хранит там овощи и выкидывает потом. Но, понятное дело, что количество пакетов, выброшенных в мусор, увеличилось просто на какую-то нереальную цифру. И достаточно посмотреть каких-нибудь пару социальных роликов о том, насколько мусор портит нашу планету, нашу жизнь, жизнь животных, жизнь людей, то вполне достаточно того, чтобы задуматься об этом. И я начала вязать мешочки. Это первый мешочек, вообще какого-то неизвестного размера, я даже не знаю. Я решила сделать мешочки разных размеров, пару маленьких и несколько больших. Это вот именно маленький, связанный он такой сеточкой. Внизу столбики без накида, а наверху столбик с накидом и воздушная петля. И получается такая квадратная сеточка. Вот она. Он не стиранный еще, не пользованный. Все это еще и новенькое. И ждет своей эксплуатации. Вот такой вообще простейший мешочек. Я даже ему завязочку еще не сделала. Не знаю, буду делать или не буду. Туда можно закинуть, не знаю, пару лимонов или какие-то крупные орехи, взвесить и забрать домой, если испачкался, постирать и воспользоваться им снова, не выбрасывая в мусор. Сто процентный хлопок. Можно связать любого цвета, любого размера, из хлопка, льна, из любого материала, который есть дома. Из остатков пряжи, наверное, не получится. Ну, где-то полмотка все равно понадобится на даже вот такой маленький мешочек. Но вещь прикольная, удобная. На самом деле, первое время, когда я приходила в магазин, мне было немножко неуютно. Ну, тем-то такая, вроде все делают вот так вот, а ты должен сделать по-другому. Но в то же время в голове уже сложилась мысль, что я не хочу тащить домой огромное количество пакетов и выкидывать их. И я просто брала овощи прямо без пакетов. То есть брала несколько штук, там несколько перцев, несколько огурцов, несла их на кассу. Мне их пробивали прямо так. Я их клала в свою сумку или в рюкзак и несла домой. Просто потому, что действительно вот это вот действие, когда мы берем этот пакет, потом его выкидываем тут же буквально, оно уже настолько вошло в жизнь, оно уже настолько стандартное, мы уже о нем совершенно даже не задумываемся. А ведь это не такая уж и мелочь. Это не такая уж и мелочь. Это все очень сильно отражается на нашем мире. И хочу еще добавить, что это я не по беременности тут стала. каким-то эко-человеком, хотя это совсем не так. Просто я уже достаточно давно изучаю эту тему, но почему-то я так и не ввела это в жизнь. Вот мне это немного непонятно. Вот только с переездом, когда мы уже стали жить отдельно, мы стали действовать. А до этого я только читала, слушала, вникала, все это было мне интересно, все это было мне где-то близко, это отзывалось у меня в душе, но реакции не было никакой. Сейчас эта реакция пошла и не хочу это бросать. Интересная вещь. Мы переехали, у нас тут минимум вещей. Не хочу максимума, хочу остаться при этом, минимум и минимализм, а и все. Но возьмем, к примеру, у нас не было даже обычных мочалок. На самом деле у нас их и там не было. Но тут почему-то увидела я картинку на Пинтересте, где же еще, увидела картинку в вязаной мочалке. Мне прям так захотелось сделать себе такую же, и я и сделала. Мочалка из хлопка, похожая на розочку, на веревочке. Две штучки, детская, взрослая, обе хлопковые. Это чуть помягче, это чуть пожестче. Жесткость можно регулировать за счет пряжи. То есть здесь чисто такой мягкий хлопок, а здесь мягкий хлопок вместе с таким жестким хлопком. В две нити связана просто офигенная вещь. Честно говоря, еще ей не пользовалась, не могу сказать на 100% какая она в деле. Но то, что она прикольно выглядит и было очень прикольно ее вязать, мне прям очень понравилось. Ну, в общем, вот такая вот штукенция. Опять же, из любой пряжи можно пустить и остатки. Просто сюда понадобится достаточно большое количество пряжи, но если взять остатки, связать их между собой, это будет совершенно незаметно, получится прикольно. Вязаные спонжики. Спонжики. Вещь многофункциональная. Кому-то она понадобится для умывания, кому-то для мытья посуды поверхностей. Так как губки наши, это тоже все синтетика и все очень долго разлагающийся материал. Вот это натуральный хлопок. Можно взять натуральный лен, можно взять еще какие-то материалы, можно все это отследить по жесткости. У меня вот этот спонжик связан из жесткого хлопка серо-белого, а этот спонжик связан из мягкого и жесткого хлопка вперемешку. Крючком побольше, полотно более рыхлое, и он получился ну прям такой уж очень мягкий. А этот плотненький и поэтому жесткий. То есть даже такую вещь можно регулировать. Еще можно было бы связать из какой-нибудь, из джутовой, например, нитки, и она вообще будет такая прям жесткая-жесткая. Ей можно было бы, ну опять же, мыть посуду или что-то такое. У меня было бы больше вот этих абразийных свойств. Ну и завершу я свой парад вещичек из хлопка вот такой вот салфетницей. Я хотела купить в магазине упаковку салфеток в коробочке, из которой вытаскиваются салфеточки. Такая удобная штука. Я подумала, бумага, бумага, все замечательно, все великолепно. Но нет. Эти упаковки, самые обычные бумажные упаковки, у нас практически все покрыты теми же самыми пакетами. Это видно на маркировке. Но если вам все это интересно, вы можете загуглить, почитать, найти видео. В общем, все это тоже не лучше, чем обычный пакет. Поэтому я купила обычные салфетки в обычной упаковке. И просто сделала вот такую прикольную салфетницу. Вот такой вот прикольной вязкой. Она зелененькая, хлопковая, мне очень нравится. Если я смогла бы где-нибудь покупать салфетки вообще без упаковки, я была бы очень рада. Но пока вот так. Салфетки всем нужны, особенно мне на кухне, когда куча детей, куча носов, рук грязных и так далее. Я думаю, что эта салфетница прекрасно впишется когда-нибудь в интерьер, пока его там нету. Все еще, пока у нас все так же ремонтируется пол. Но когда-нибудь мы все сделаем красиво. И еще, что я вязала, все в принципе с этого началось, но это так и не закончилось. Это была и сумка, там типа авоськи, и корзина такая подвесная. Я думала куда-нибудь на ручку, или там на крючочек, в ванну, что-то типа того. Я перевязала хлопковые ниточки, опять же, в цепочку из воздушных петель, чтобы пряжа была более толстая, и расход был бы меньше. Здесь пять мотков. Ну, не сказала бы, что расход стал меньше. Пять мотков пряжи превратились в какую-то недокорзинку, потому что, ну, это не вся, там еще где-то маленький клубочек остался, но понятное дело, что корзинка из нее что-то не получается. Форма дурацкая, мне совсем не нравится, похоже на какой-то берет, берет таксиста. Ну, в общем, итог мне не понравился, поэтому пока эта штука лежит, шнурок я уже оставлю, конечно же, шнурком, и свяжу, наверное, из нее, ну, что-то типа такой простой корзиночки подо что-нибудь. Больше идей у меня на нее нет. В общем, лежит. Понравилось мне почему-то перевязывать пряжу в эту цепочку из воздушных петель. Это ужасно энергозатратно, это очень много тратится времени, я так и не понимаю на что, но вот мне прям очень захотелось это сделать. Вот я сделала. Итога нет, но процесс мне понравился. Так как это видео о процессах и итогах марта и февраля, то самым главным процессом, я надеюсь, очень надеюсь, что итогом марта будет у меня ковер. Опять. Этот ковер будет синтетикой. Ну, потому что пряжа-то осталась, я все равно ее буду довязывать, никуда она не денется, я не собираюсь увыкнуть. Коврик будет на заказ, уже есть заказ на этот коврик. Я докупила пряжи. И вяжу вот такую красоту, короче. Оп! И волшебство. Я вязала уже вот этот вот коврик, снимала видео о том, как спицы победили крючок, о том, что из-за того, что спицами получилось полотно больше, я предпочла оставить этот коврик такой. Этот коврик я вяжу крючком, но пряжа здесь тоже более сохранная, чем в том. Благодаря прекрасному геометрическому узору. То есть пряжу я не провожу внутри, она вся здесь. То есть вот они все хвостики. Если там я вязала и нитка она проходила прямо внутри столбиков, то здесь нет. И из-за этого пряжа тратится меньше. У всех этих техник, конечно же, есть название, но я сейчас точно не помню, что конкретно как называется. И поэтому не смогу вам ответить. И у меня вообще слова все куда-то теряются. Сложно говорить, очень сложно соображать во время беременности. Про коврик я еще обязательно вам расскажу. Он должен быть трехметровым. Его заказали трехметровым. У меня очень много пряжи. Пряжу я использую троицкая мелодия. Я про нее уже рассказывала. Сейчас я вот докупила еще к ней пару цветов. И вяжу вот этот прекрасный коврик. Эту пряжу можно приобрести в магазине Мир Вышивки. Ссылка под видео, как я уже и говорила. А у меня, наверное, это все. Совершенно не получается ничего сказать больше. В голове вакуум. Даже в соцсетях мои посты в основном про то, что я нифига не соображаю и не могу творчески настроиться. Сейчас я переживаю достаточно интересный период. Это предродовой. В общем, наверное, это все. Это все мои вязания. Ах, хотя нет. Еще в этом месяце была связана альпака. Я, кстати, поняла, что в ней не так. Я очень долго на нее смотрела и думаю, ну что-то же в ней не так. Она какая-то не такая. Мордочка должна была быть здесь. Вот если бы она была бы сбоку, внешний вид ее совсем бы изменился. И она была бы более правильная и милая. Я не уверена, что мне хватит энергии на то, чтобы ее переделать. Скорее всего, я ее оставлю такая, как есть. Вы можете связать ее по мастер-классу, который тут где-то сейчас отметится. Но мордашку я все-таки советую вышить именно с этой стороны. Тогда она будет более милая, такая 2D. Но какая-то более симпатичная и правильная. В общем, все. На этом все, друзья. Мы тут запарились сидеть перед окном. Очень жарко. Спасибо вам большое за просмотр. Вяжите в удовольствие. Вяжите из натуральных материалов. Сохраняйте природу. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть у вас все будет великолепно. И все у вас в творчестве. И не только. И везде. И пусть все у вас получается. Всего вам самого лучшего. И до нового видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok